Вода есть и в кранах, и в фонтанах. Рим и область договорились. Воду в озере Брачано на севере столицы будут брать весь август. Решение и политическое, и дипломатическое одновременно. Слава города без воды в разгар туристического сезона Риму совсем не нужна. Проблему это, конечно, не решит. Брачано продолжает сохнуть со скоростью 2 сантиметра в день, а дырявые городские сети терять 30-40% и без того бесценной влаги. В следующем году всё опять повторится. Проблема с водой была всегда, и не только в Риме. На юге Италии летом давно живут с графиком отключений и не жалуются. Во всём виноваты дожди, которых в Италии не видели с начала июня. Зато в воздухе устойчивый запах гари. Вот так сейчас выглядит знаменитая Пинета, лёгкие Рима. Входы в парк закрыты, отпечатаны, внутри опасно. Огонь не виден глазу, но земля горит на глубине. Есть опасность провалов и с воздуха продолжают сбрасывать воду. Этот пиневый лес в Костель-Фузану огонь съел за неделю. Несколько сотен гектаров. Ходить туда до сих пор нельзя, там работают пожарные, два самолёта, канадер. Получается, что пожар отрезал Рим от всего побережья. 180 вызовов. Средняя дневная сводка от пожарных. Все силы сейчас на Сицилии и Сардинии, где отдыхают сотни тысяч туристов. Пять дней назад в Порто-Поццо огнём отрезало несколько гостиниц и частных вилл. Постояльцы и туристы еле успели выбежать. Тысячи и тысячи гектаров леса выиграли к середине лета. Чем будет дышать Италия, пытаются понять геоморфологи. Это они сейчас просчитывают последствия испепеляющего лета, изучают деформированный рельеф. Платить по счетам мы начнём уже осенью, объясняет профессор Лассапьенци Эльвидио Пальмери. В сентябре, когда после засухи придут дожди, как всегда после перерыва бурные и агрессивные, раненый рельеф не сможет медленно переварить и поглотить такое количество воды. Начнутся оползни и наводнения. Засуха — это ещё и убытки 2 миллиарда. И это пока предварительно считают в ассоциации сельхозпроизводителей Кольдеретти. Вот карта Италии. Начнём с севера. Пьемонт — зерновые. Минус 30% урожая. Трентино — заготовки сена меньше на треть. Тоскана, где объявлена чрезвычайная ситуация потери 200 миллионов евро. Умбрия — зерной ячмень, минус 40%. Фураж — минус 50%. Сардиния — 4000 ферм без воды. В Лацио не соберут и половину обычного урожая — дынь, овощей и кукурузы. Мы потеряли около 40-60% урожая подсолнечника и пшеницы. И это ещё не самое страшное. Настоящий ад только впереди. В понедельник из Африки в Италию придёт циклон Люцифер. Как минимум на неделю. И принесёт 40-градусную жару. На Сардинии вовсе будет плюс 42. И пожары.